Игорь Батищев Игорь, как же выбрать аппарат, который и согреет, и не разорит, и воздух не пересушит? Есть несколько важных моментов, на которые нужно обратить внимание. Давай я лучше покажу и расскажу на примере. Давай. Для наших экспериментов мы взяли три самых популярных типа обогревателей. Мощность каждого – 2000 ватт. И рассчитаны они на обогрев 20 квадратных метров. Первый – масляный радиатор. Простая и ходовая на рынке модель с механическим управлением. Цена – 3250 рублей. Ну, не могу сказать, что вот эта вот батарея на колесиках как-то сильно украсит мою комнату. Но зато дешево и сердито, правильно? В целом, да. Это самый бюджетный доступный способ обогрева комнаты. Внутри находится смесь технических масел. Данная масляная смесь менее чем за полчаса раскаляется до 100 градусов и циркулирует внутри прибора. Давай посмотрим на следующий прибор – это тепловентилятор. Этот прибор позволяет выбрать, каким воздухом дуть. Теплым, холодным или горячим. Имеет защиту от опрокидывания. Цена – 2880 рублей. Этот девайс тоже просто в обслуживании. Он относительно малошумный. И в отличие от масляного обогревателя, нагревает комнату гораздо быстрее. Да, и он намного симпатичнее, как мне кажется. Тут есть пульт, что тоже удобно. А какие минусы у него? Максимальная мощность ограничена двумя киловаттами. Соответственно, он не сможет обогреть помещение больше, чем 20 квадратных метров. То есть это его главное ограничение. Для больших объемов, больших площадей он неприменим. Ну и за счет того, что вентилятор работает, воздух быстро сохнет. Желательно его использовать вместе с увлажнителем. Окей, ну и третий. Самый дорогой и умный отопительный прибор. Конвектор с цифровым термостатом. Есть управление с телефона по Wi-Fi и умный сенсор. Он фиксирует присутствие человека в помещении и меняет температуру нагрева. Цена – 13 190 рублей. Интересный девайс, а как он работает? Холодный воздух подсасывается снизу, проходя через корпус, нагревается и отсюда выходит уже подогретым. Но по законам физики теплый воздух поднимается наверх, и поэтому внизу у пола может быть прохладно. А вот это мы сейчас и проверим. Мы посмотрим, как быстро и как сильно нагреется воздух рядом с каждым из девайсов. Включаем аппараты в разных углах помещения. Возле каждого ставим блюдце со льдом и засекаем 15 минут. Первым проверяем масляный обогреватель. Лужа тут образовалась, хотя она не такая и большая, как могла бы быть. Что скажешь, Игорь? Да, на самом деле от масляного обогревателя ожидали больше производительности. Идем к радиатору-конвектору. Он, напомним, самый дорогой. Ну, мне кажется, конвектор справился объективно лучше. Здесь намного лучше результат. Здесь больше воды, здесь меньше льда. Есть уже почти растаявшие кубики. Ну и, наконец, смотрим, чем порадует тепловентилятор. Ну, здесь, конечно, результат самый лучший. Здесь больше всего воды. Но это и было неудивительно, ведь вентилятор, он как фен, дует мощным потоком горячего воздуха. Эксперт пояснил. Мощная струя бьет прямо в блюдце и буквально плавит лед. Конвектор нагревает воздух более экологично и медленно. Теплые пары заполняют комнату сверху вниз. А масляный, как и обычная батарея, вначале нагревает самые холодные участки комнаты, а потом все остальное помещение. Предлагаю посмотреть, насколько нагревается поверхность каждого аппарата. Это очень важно для безопасности, особенно если в доме есть маленькие дети или домашние животные. Замеряем верхнюю часть масляного обогревателя. Ой, 113, 114. Максимальная цифра, которую я увидел, была 142. Но производитель здесь и помечает, что нельзя трогать. То есть здесь есть гравировка в виде перечеркнутой ладони. Поверхность тепловентилятора нагрелась чуть меньше, от 100 до 112 градусов. Здесь есть защита. То есть сама по себе решетка не очень горячая, то есть дотронуться, руку положить можно. Ну и поверхность конвектора оказалась самой безопасной, от 80 до 85 градусов тепла. Итак, подведем итоги. Чтобы выбрать обогреватель, обязательно смотрите на его мощность. Она должна быть не менее 2000 ватт, чтобы обогреть комнату, ну, примерно 20 квадратных метров. А также уточняйте, безопасно ли оставлять девайс без присмотра. Масляные агрегаты нежелательны в детской комнате или спальне. При неисправности они могут устроить пожар. Тепловентиляторы более функциональные, но менее мощные. Их минус в том, что они сильно сушат воздух. Наконец, конвекторы наиболее безопасны, экологичны и умны формат обогрева. Включаются только, когда рядом есть люди. Правда, такие девайсы самые дорогие. Стоят в среднем от 10 тысяч. Продолжение следует...